Иногда причина ремонта стаёт семейной таймницей. Мила. А ремонт, надо ли, что-то совсем иное. И только баночка правой Норфорте биле лишка. Мила. Что-то там стогадуется. Правой Норфорте. Человеки оценят, женщины запомнят. Большой скандал. На кого набросился Соловьёв? Война идёт на нашей конституционной территории. Как вы себе представляете, взять и... А кроме нас, эту территорию, нашей территории, кто признаёт? Вы меня сейчас, извините, вы меня сейчас это серьёзно спрашиваете? Да. Маргарита попалась, Симоньян шьют серьёзное дело. Просыпаешься утром, у тебя 600 каналов сразу закрыто. Вот такой у нас беготня друг за другом продолжает всё это время. Россия проиграет войну, и вот как это будет. Нанесение ударов по территории вглубь России – это единственный способ изменить характер войны. Это горячая новость и всё самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску, мы создаём этот проект благодаря вашей поддержке. Вы должны это увидеть. В студии Соловьёв устроил большой скандал, вот это его понесло, вы не поверите. Оказывается, что международное признание территории – это не Филькина грамота, а действительно важные вещи. Он-то думал, всё, запишем в Конституции украинские территории, как свои, никто не придерётся. Но даже гости в его собственной студии не настолько глупы, чтобы в это верить. Китайцы с бразильцем, перед всём гигантском уважении к ним, должны также исходить из формулировок, который поставил нашим верховным главнокомандующим. Война идёт на нашей конституционной территории. Как вы себе представляете, взять и… А вот кроме нас, эту территорию, нашей территории, кто признаёт? Вы меня сейчас, извините, вы меня сейчас это серьёзно спрашиваете? Да. А кого вообще это волнует? Вот. Стоп, стоп, в России кого это волнует? В России, да? И сейчас у тебя в России мы будем нашу конституцию подстраивать под разных западных ***, которые будут говорить, эту часть территории мы признаём, а эту не признаём? Так вы же подстраиваете её под одного конкретного российского диктатора, только чтобы он мог править как можно дольше. Вот поэтому, Рудольфович, всё наоборот, всем плевать, что вы запишите у себя в конституции. Потому что она уже давно не конституция, а так бумажка для Путина, на случай, если в чемодане не окажется туалетной бумаги. Адули. Просто нагло обманули. Симоньян попалась, ей шьёт дело, само ЦРУ. Пропагандистка сама призналась в том, что она и её команда создают фейки сотнями и плодят фальшиво информационные источники. Не стоит мне, конечно, об этом говорить, но я скажу совсем грубо. То есть мы создаём большое количество информационных источников, которые не связаны с нами. И пока ЦРУ докапывается, что они связаны с нами, у них уже огромная аудитория. Иногда докапываются, схлопывают. У нас бывает так, просыпаешься утром, у тебя 600 каналов сразу закрыты. Сразу. Ну, пока они их закрывают, мы уже новые сделали. Вот такое у нас беготня друг за другом продолжает всё это время, это даже весело. Вот так и бывает, прочтёшь какой-то анонимный телеграм-канал и сразу измена на душе. Друзья, верьте только проверенным источникам информации. Типичный случай шизанутого русского патриота. Вот этот персонаж ненавидит весь Запад, но почему-то при этом греет свою задницу в Бельгии и только ноет. Как здесь всё плохо, деньги ребёнку перевести не может из-за санкций. Могу 100 евро отправить. Ненавижу вас, мрази, всех. Войну они затеяли. Да, идите воюйте там, берите оружие и воюйте. Нет, трусы, сидите по кабинетам. Всё, занимаетесь какими-то санкциями какой-то хуйной твари. Мрази, сдохните все. Когда домой, герой. Хотя, смотря сколько это видео набрало просмотров, очень скоро. Пинком под зад и прямо в необъятную. Ой, сколько же смеха будет, если ещё окажется, что этот мужик из Белгорода. Соловьёв наехал на Путина из-за генералов. После того, как новым министром обороны стал Белоуса в армии России, начались массовые аресты и посадки за решётку. Соловьёв этим очень недоволен. В конце концов, он и сам подполковник. Может, боится, что и до него очередь дойдёт. Армия РФ разваливается. Давайте война пусть покажет каждому генералу своё место. И те, кто воюет, пусть воюют. Согласен. Все вопросы, которые есть, давайте задавать, а, не публично, и, б, после того, как есть какое-то решение суда, кто-то признан виновным или нет. Потому что, когда я вижу человека в форме, с генеральскими погонами, с орденами, за решёткой во время войны, это единственное, может быть, оправдание, если он предатель, его поймали на измене Родины. Ой-ой-ой, а что это мы так занервничали, Рудольфович? Неужели тебе самому есть что скрывать от Путина? Может, расскажешь, куда же ты деваешь свои премии на миллионы рублей? Пропагандисты сдали Путина и выдали, как победить Россию. Смотрим наглядное руководство Джуравлёва и Фёдорова. Нельзя ядерную державу победить на поле боя. Можно конфликт затянуть, можно что угодно делать. Внутренние процессы внутри страны там производить какие-то. Но ядерную державу невозможно победить без ядерной войны. СССР с вами бы поспорил. Правильно, я вам и говорю, только изнутри. Ого, неужели? Мы думали, что ядерная бомба – это ультимативное оружие, и больше ничего и не надо, если оно есть. А оно как получается? Оказывается, не может Россия воевать ядеркой, а может только ею угрожать. Но подождите, это ещё не все способы победить Россию. На данном этапе, с точки зрения военной стратегии Украины, нанесение ударов по территории вглубь России – это единственный способ изменить характер войны. Это вот то, чего они хотят. Интересно получается. Мы у вас по телевизору слышали, что это ничего не изменит. Выходит, что наврали. Как же теперь победите? Победим. Российский военный ездил себе по Ростову на номерах с надписью «Вагнер», но доблестные российские полисмены обнаружили в нём предателя и демилитаризовали прямо на ростовском автовокзале. Обзывали его, отобрали и обмочили военный билет. Прям всё в лучших традициях. Вот теперь он ноет и жалуется на то, что ветеранов не уважают. Я ребятам сказал, давайте пройду, объясню своё поведение. Непосредственно в отделе. На что я вместо того, чтобы получить грамотное содержание, получил всё это. Обозвали укропом, хохом. Обоссали военник. Ну вот. Сказав, что он сделанный. А я на секундочку уже год на СВО воюю. Бедняга, как же так произошло? Не в смысле, что тебя избили, а в смысле, что недобили. Нельзя заставлять животное страдать. Путинский депутат от партии «Единая Россия» призвал убивать всех, кто не хочет любить русский мир. Это так просто, к слову, что это вовсе не война только одного Путина. Они там все такие у власти. Мы живём непростое время, и, как Михаил говорил, и мы говорим, и наш президент только делами можем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное. Может, лучше уже без россиян, потому что, знаешь, вы ведь не нравитесь большинству мира. Это значит, что, пользуясь логикой большинства, легче просто избавиться от всех вас. РПЦ убирает конкурентов. В России действует монополия на боевую магию со стороны РПЦ и шаманов Шойгу. Здесь не рады разного рода самоучкам, поэтому ведьму, проводившую съезды и ритуалы в поддержку Путина, арестовали и отправили на два месяца в СИЗО. Вот просто, чтобы освежить память, посмотрим, как там у них всё было. Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово моё не забудет. Кто враги и какие именно решения президента ведьмы поддерживают, никто из них почему-то сказать так и не смог. Я фанатка Путина, поэтому на эту тему я могу говорить сколько угодно. С какими его решениями вы согласны? Со всеми. Очевидно, что плохо наколдовали. Теперь свои ритуалы ведьма будет проводить из тюрьмы. А всё почему правильно, ибо Путин чёрт, а чёрт обманывает ведьм. На сегодня у нас всё. Спасибо, что смотрите горячие новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ, война продолжается.